МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне сегодня, как маме двоих сыновей, сказать именно об этом. Я думаю, со мной очень много женщин солидарны. Так вот, вы знаете, мне очень хочется сказать о маменькиных сынках. В кавычках у меня это написано. Почему в кавычках? Потому что сегодня об этом много пишут и говорят о том, что маменькин сынок – это нечто такое, двойственный смысл, нечто такое из ряда, вон, оскорбительное или плохое. Или, знаете, когда говорят, что мама все и разжует, и даже закашляет от волнения, от несогласия, и разжует, и в рот положит, и все, и все, и все. Я знаю, что очень многие мальчики, когда они слышат это в глаза или за спиной, говорят, о, маменькин сынок, или это, они очень оскорбляются, стесняются, зажимаются. Это производит вот такой эффект. Но, вы знаете, для нас, мам, ведь нам все равно, сколько вам лет – 10, 20 или 40 лет. И уж простите за эту необъятную, сумасшедшую материнскую любовь, потому что существует такое выражение, оно мне очень нравится – «Создайте ребенку тыл, а передовой ему хватит и без нас». Понимаете, это тот фундамент, который вот, если мама хочет потрепать вас за ушко или погладить по голове, конечно, вам этого не хочется в определенном возрасте, потом вы это хотите, потом вы этого очень хотите, но хорошо, если жива к этому времени мама. Поэтому неважно, сколько вам лет, наклоните голову, пусть она погладит вас по голове. Или тоже известное выражение «На зло маме отморожу уши». Правда, мы все про это знаем, необъятная любви и история. Но вот о чем сегодня мой блог. Когда мужчине становится за 50, 60, 70, и он становится гиперзрелым, то он очень спокойно, очень мужественно и одновременно очень мягко начинает говорить «Вообще, вы знаете, я маменькин сынок». И уже никто не смотрит на него неправильными глазами, это никого не оскорбляет, не стесняет, и он вырастает в глазах других людей, если они видят его впервые. Просто он понимает, сколько раз она не спала, сколько раз она лечила его ветрянку, сколько раз она терпела, когда он был зол, сердит и на нее, и на жизнь. Вы знаете, я совсем недавно увидела интервью Михаила Боярского. Это, конечно, более чем зрелый человек, очень известный, публичный. И вот как раз он натолкнул меня на эту мысль, чтобы рассказать об этом блоге. И он говорил в своем интервью, что вообще, вы знаете, вообще я маменькин сынок, вообще вот я маменькин сынок. И когда у него спросили, скажите, а ваша мама была довольна? Ну, он говорит о том, что как поздно я это понял. И как мало, как обычно, давал внимание это, это, это. И когда его спросили, а ваша мама была довольна тем, как вы росли, каким вы стали, как вы скакали по жизни, не только на лошади, когда играли Д'Артаньяно, он сказал, конечно же, нет. Но моя мама никогда, ни словом, ни делом, не давала мне это понять, чтобы меня не огорчать. Поэтому закончить хочется словами, слава всем мамочкам, слава всем сыновьям, которые это понимают, неважно, в 20, в 30, в 40 лет. И буквально маленькая шутка в финале этого блога. Мама говорит сыну, ты знаешь, милый, количество моих седых волос соответствует твоим выходкам. В этот момент сын посмотрел на очень седую бабушку, мамину маму, и сказал, мамуля, а ты тоже, похоже, чудила не по-детски.